Мы присыпаем к демонстрации дефиле в номинации «Мечты о прекрасном». Проектирование нарядной одежды различной степени сложности. Современный костюм для важных вечерних событий и церемоний. Одежда для особого случая – от большого вечернего туалета до маленького коктейльного платья. Номинация «Мечты о прекрасном». Патрушева Анастасия, город Перм. Коллекция «Феи большого города». Приветствуем! Патрушева Анастасия 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 Субтитры создавал DimaTorzok Улева Ольга, город Омск. Коллекция «Отражение». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Костюма Тюменской Академии культуры и искусств и социальных технологий Алена Дубровина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, уважаемые друзья. Я хочу поздравить и поблагодарить всех участников конкурса и организаторов. И хочу специально поблагодарить город Омск за то, что он дарит всей нашей России такой замечательный конкурс, который демонстрирует эстетику и художественную культуру костюма, что, в общем-то, и ценно в этом конкурсе. Спасибо. Победителем в номинации «Мечты о прекрасном» становится Анастасия Патрушева. Город Перм. Коллекция «Феи большого города». Алена, спасибо вам большое. Занимайте ваше почетное место. Спасибо вам, девчат. Вы молодцы. Бурная овация в вашу честь. Спасибо. Ну а мы, уважаемые дамы и господа, благодарим наших самых лучших спонсоров. Генеральный партнер «Банк ВТБ-24» достоин аплодисментов в сегодняшний вечер. Официальный партнер – компания «Сага Фёрдс». Генеральный информационный партнер – телеканал «Продвижение», пресс-центр «МКР-Медиа». Благодарим партнеров нашего конкурса «Журнал «Стольник», журнал «Дорогое удовольствие». Печатное издание правительства России «Российская газета». Новостной сайт города Омска «БК-55». Журнал «Класс». Сайт «Геометрия.ру». Магазин швейных машин «Зигзаг». Салон цветов «Белая орхидея». Отдельная благодарность команде студентов российского профессионального педагогического университета за создание гармоничного образа манекенщиц под руководством Светличной Ирины и Запрудиной Елизаветы. Говорим спасибо модельным агентствам «Образ», «Нелли Моделс», «Энджел» из «Эскимо», «Омск Моделс». Эти овации вам. Спасибо вам большое, что вы с нами. Выражаем признательность легендарному коллективу кафедры дизайн-костюма Института сервиса и всем волонтерам, без которых бы этот конкурс не стал бы таким ярким событием. Аплодисменты и вашу честь. Организаторы галопоказа, телеканал «Продвижение», пресс-центр «МКР-Медиа» и журнал «Стольник». Спасибо вам огромное. Ну а мы приветствуем всех участников финала. Встречаем аплодисменты. Именно они сейчас будут на этой сцене. Встречаем, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Аплодисменты не смолкают. Мы еще раз благодарим организаторов галопоказа, телеканал «Продвижение», пресс-центр «МКР-Медиа», овации звучат, друзья. И журнал «Дорогое удовольствие», который также сегодня вместе с нами. Для вручения путевок на Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров «Русский силуэт город Москва» на сцену приглашается заслуженный работник культуры России, член Союза дизайнеров России, президент конкурса, заведующая кафедрой дизайна костюма, профессор Галина Толмачева, город Омск. Дорогие друзья, это, наверное, примечательно, что я вручаю четыре путевки от «Русского силуэта», потому что мы давние сотрудники с «Русским силуэтом», мы всегда проводим у себя отборочный тур. Много наших выпускников было победителями и получало стажировки, но сейчас мы расширили свои границы, мы не только имеем эксклюзивное представление конкурса «Русский силуэт в Сибири», но мы теперь еще и принимаем других гостей, не только наш институт. Я хочу сказать, что девятнадцатый конкурс, он организовывался для того, чтобы те работы студентов и преподавателей были вынесены на суд зрителей. Уже девятнадцатый год мы несем свои идеи, свое творчество, креатив или просто позитив в массы нашего общества. Я надеюсь, что сейчас наше сотрудничество еще с телевидением и такие мероприятия, которые демонстрируются на большую аудиторию, позволят нам провести эту работу, наверное, уже и на другом уровне. Вы видите, что работы студентов интересные, качественные, перспективные. Они готовы быть хорошими специалистами, они готовы вливаться в ряды участников индустрии моды. Вот сейчас я вручу четыре путевки еще на один конкурс, где они покажут свое мастерство, и, может быть, их заметят байеры, может быть, их заметят руководители каких-то организаций, и они, как и многие участники русского силуэта, станут полноправными уже не только участниками конкурса, а полноправными участниками индустрии моды, то есть работать будут. Итак. Итак, друзья, на Всероссийском фестивале молодых дизайнеров «Русский силуэт город Омск» будут представлять Ольга Булева, коллекция «Отражение». Ольга, мы вас с нетерпением ждем. Черепанова Лидия, коллекция «Демон Эс Деос Инверсус». Приветствуем! Юлия Русинова, город Омск, коллекция «Север». Дизайнеры города Новосибирска. Анастасия Ковалева и Ольга Молочаева, коллекция «Варя». Вот она, искренняя радость, друзья. Колина, останетесь вместе с нами. Дамы и господа, через несколько секунд откроется завеса тайны, и мы узнаем обладателя главного приза конкурса. Для церемонии вручения гран-при конкурса на сцену приглашается представитель меховой компании «Сага Фёрст» по Восточной Европе Анастасия Кретова, город Москва. Приветствуем! И международный аналитик моды, академик Национальной Академии моды, председатель жюри Александр Хельгевич, город Москва. Александр, ну вот прежде чем вручать, наверное, главный приз, надо вот прям что-то сказать такое, прям резкое. Может, наоборот. Никто не сомневался. Во-первых, я хочу сказать добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо. Видите, да, у меня совершенно нет голоса. Это результат того, что вчера 4 часа жюри так бурно обсуждало итоги, что у меня уже не осталось практически никаких голосовых ресурсов. Тем не менее, я хочу поздравить вас как зрителей за то, что вы прикоснулись и стали причастны к этой красоте, красоте с большой буквы. С участниками мы будем проводить разбор полетов завтра в течение 8 часов как минимум. Они будут слушать мой натреснутый голос и все мои пожелания им на будущее. А сейчас бы мне хотелось отметить то, что для нашей страны, особенно это хорошо заметно, когда ты живешь за рубежом. Я живу в Париже, Анастасия живет везде, в том числе и в Копенгагене, и в Италии, и в Финляндии, поскольку она занимается продвижением крупнейшей в мире меховой компании Saga First. Те специалисты, которые готовят рекомендации и помогают готовить коллекции всем ведущим домам моды мира. Это и FENZY, и CHANEL, и PRADA, и многие-многие другие, все, кто находятся в самом топе. И сегодня один из наших студентов, даже двое из наших участников, уже получат возможность влиться в ряды этой компании, получить стажировки. Так что это действительно самый высокий международный уровень с точки зрения профессионализма. И с чего я начал, очень хорошо сейчас просматривается тот момент, что для нашей страны настало время, как я уже говорил сегодня журналистам, поиска и создания новых смыслов, новых визуальных акцентов, новых образов, для того, чтобы заявить миру и понять самим для себя, что же такое эта новая российская национальная идентичность. И очень важно, конечно же, в этом плане уделить внимание дизайну, дизайну одежды, архитектура, дизайн среды, все, что нас окружает. Это как раз таки и есть составляющие этого нового образа. И мне очень приятно, что именно в Сибири, в Омске, ростки вот этого нового, ростки новой дизайнерской школы складываются именно здесь. Потому что те коллекции, которые представлены, они превосходят российский уровень среди аналогичных конкурсов. И по многим параметрам превосходят те коллекции, которые показывают сегодня молодые дизайнеры Европы и Америки. Спасибо. Здесь, конечно же, нужно назвать имя создателя Омской школы дизайна, потому что Омская школа дизайна придумала этот конкурс 19 лет назад. И создает костяк тех коллекций, которые демонстрируются на конкурсе. И участники из других городов едут на конкурс «Формула моды Восток-Запад» не только для того, чтобы заявить о себе, но и поучиться, посмотреть, как делает моду Омская школа дизайна. Это профессор Галина Толмачева. Моя всегдашняя любовь и коллега. И также обязательно нужно назвать имя ректора Омского государственного института сервиса Дмитрия Маевского, который берет на себя всю ответственность за проведение этого конкурса. И бесспорно директор фестиваля Айма Васильева, вокруг которой все вертится, вся земля в эти дни. И вам, как зрителям, я хочу пожелать, чтобы каждый из вас имел возможность приобрести что-то из этих моделей, других моделей наших выпускников, потому что это вещи на все времена, и ни у кого больше такой модели не будет, как у вас. Это, конечно же, очень большой плюс к созданию вашего образа, вашей индивидуальности. И уже прошу вас готовиться к будущему юбилейному 20-му конкурсу, который, я очень надеюсь, состоится в будущем году, также весной неизменно в Омске, в вашем родном городе. Гордитесь, гордитесь. Рядом с вами таланты мирового масштаба. Прикоснитесь к этой красоте. Спасибо. Мы готовы. Мы готовы. Да, я думаю, что уже пора. Центр зала, друзья, под аплодисменты. Вот здесь у нас центр, чтобы всем было все видно. Пойдемте, Галина тоже вместе с вами. Итак, гран-при конкурса. Ольга Булева, Омск. Аплодисменты. Это обладатель гран-при. Гран-при фестиваля Формула моды «Восток-Запад» Ольга Булева. Я хочу сказать пару слов. Оля, я не обещаю легкой стажировки. Я думаю, что мы сошли здесь с Александром. У вас есть множество моментов. Я уже вижу, что можно что-то где-то добавить. Будет тяжело. Но я думаю, это позволит вам зайти на новые высоты. Поэтому с 1 июня ваша стажировка будет в дизайн-центре «Сага Фурс». В Копенгагене. На этот раз в Копенгагене. Гран-при в дизайн-центре в Копенгагене. Неделя. Поздравляю вас. Ольга, я думаю, у вас просто сейчас переполняют эмоции. Наверняка есть что сказать. Я подержу микрофончик. Я хочу сказать большое спасибо организаторам этого конкурса и людям, которые меня учили и работали со мной. Спасибо. Спасибо. Мы вас искренне поздравляем. Эти овации звучат вашу честь. Победитель. Это эмоции. Ну и, конечно же, общая фотография на память. Друзья, со всеми членами жюри. Мы ожидаем вас возле сцены. Подходите все под облогистины всех гостей, друзья. А еще одно объявление, говорят. Сегодня не могу остановиться, называется. Но настолько красиво. Я не помню имена участников. Простите меня ради бога. Я возьму за руку модели, а участники меня поймут. Если вы захотите, вы примите мое предложение. Я скажу, в чем оно заключается. Пожалуйста, сюда. Раз. И, пожалуйста, вот сюда. Два. Девушки, дорогие. Создатели этих прекрасных коллекций. Дизайнеры, где вы есть? Вы тут? Идите сюда. Я хочу вам предоставить возможность показать ваши коллекции в рамках выставки в гостином дворе в августе этого года. Мы поможем вам организовать стенд, а вы будете иметь возможность показать их в гостином дворе в Москве. Спасибо вам большое. Спасибо, но это еще не все. Слово для приветствия представляется директору салона «Белая орхидея» Надежде Платицыной. Приветствуем. С 19-й год, то есть 19 конкурсов у вас прошло. И все эти годы мы все время с вами. А «Белая орхидея», как вы знаете о Мечи все, 23 года. Мы благодарны Галине Васильевне, потому что это самый близкий человек к орхидейцам, потому что именно из этого института четыре человека долгие годы создают дом цветочной моды. Мы ее очень любим. Спасибо большое вам. Вы даже не представляете, это красота к красоте. Это как приятно, когда люди сходятся вот так вот душой и помогают друг другу в таких замечательных, красивых мероприятиях. Это, конечно, не очень красиво сказать мероприятие, но это так. Спасибо большое. Спасибо. Общее фотографирование, друзья. И мы нашими аплодисментами приветствуем участников конкурса. Приветствуем вас, уважаемые гости, всех спонсоров, которые помогали в этом проекте. Спасибо, что были вместе с нами. Друзья, под это все делать, под аплодисменты, под аплодисменты. Уважаемые дизайнеры, мы также ожидаем вас для грубового фотографирования. Ну, а мы, дамы и господа, с вами не прощаемся. Наш фестиваль продолжается, и уже завтра с 10 до 18 мы вас ждем на мастер-классе председателя жюри международного аналитика моды Александра Хилькевича. Александр, не переживайте, есть сибирская настойка, которая сможет вам вылечить ваш голос, все будет замечательно. Именно вас ожидает мастер-класс тренды и модные тенденции 2016-2017 года, который состоится в Омском государственном институте сервиса. Друзья, улыбаемся, самое главное. Уважаемые фотографы, спасибо вам большое. Еще раз бурные овации. Ура! До новых встреч, уважаемые дамы и господа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok